Часть третья. Теперь, когда мы познакомились с тем, как происходит вычисление S-выражений в ЛИСПе, давайте разберём следующий вопрос. Как S-выражения отображаются на привычные нам типы данных? С какими типами данных работает ЛИСП? Некоторые атомы ЛИСПа, ЛИСП машины, интерпретируются особым образом. Но вы уже это, наверное, поняли. Целые числа, рациональные числа, мы с ними пока не сталкивались, но скоро столкнёмся, это простые дроби вида P делить на Q. Вещественные числа типа float, это числа с точкой. Есть даже комплексные числа. Те, кто знает, что позволяют делать комплексные числа. Например, извлекать квадратный корень из отрицательного числа. Битовые шкалы и строки. Вот это основные типы данных, с которыми работает язык ЛИСП. Разберём, что есть что. И какая в ЛИСПе арифметика. Прежде всего, целые числа, как я уже говорил, в ЛИСПе имеют неограниченную разрядность. Это большой плюс. Особенно любят эту особенность математики. Но в одном выражении можно употреблять числа fixed, числа rational и числа float. В этом случае результат выражения будет иметь более общий тип. То есть, если мы смешиваем fixed и float, то у нас результат будет иметь тип float. Потому что float более общий. При этом операции плюс-минус звёздочка и операции деления, они имеют обычный смысл. Это в ЛИСПе функции, которые выполняют соответствующие операции. Сложение, вычитание, умножение и деление. И они имеют неограниченную арность. Вот это первый бонус префиксной записи. Сейчас разберём, что это даёт. Для тех, кто не понимает, что такое арность, я поясню. Говорят, что обычный плюс – это бинарная операция. Бинарная, то есть с двумя операндами. А плюс Б. Два операнда. Первое слагаемое, второе слагаемое. Аналогично вычитание, уменьшаемое и вычитаемое. Аналогично произведение, сомножители, ну и делимые и делители. Так вот, в ЛИСПе эти функции обобщены. Одной операцией сложения можно сложить сразу несколько чисел. В принципе, любое количество. Одной операцией вычитания можно из уменьшаемого вычесть несколько вычитаемых. Ну и так далее. Одной операцией умножения можно перемножить группу чисел. Одной операцией деления можно разделить первый параметр на все остальные последовательно. Вот как выглядит запись сложения. Для сложения можно употреблять его синоним ПЛАС. Ну вот это в память о Маккарте. Маккарте в первых версиях ЛИСПа не использовал знаки операций, а использовал их такие, ну, латинско-английские имена. ПЛАС по-английски это сложить. Поэтому можно писать вот так, а можно писать, как пишут сейчас, как сейчас принято, плюс 1, 2, 3. Ну вот я в память о Маккарте в своей версии ЛИСПа, которым я пользуюсь, Хоум ЛИСП, я сохранил формы с символическими именами функций. Соответственно, вычитание или дифференс. Вот обратите внимание, минус 1, 2, 3, получается минус 4. Почему это так? От единицы отнимается двойка, получается минус 1. От минус 1 отнимается тройка, получается минус 4. Можно записывать с минусом, можно использовать имя функции дифференс. Умножение называется таймс. Целочисленное деление или бэкслэш, это функция квотинт, деление происходит нацело. 6 нацело делится, поэтому получается двойка. Но если бы мы разделили бы, скажем, 6 на 4, у нас получилось бы 1, а остаток отбросился. Вот функция квотинт или бэкслэш, это целочисленное деление. Остаток отделения, как в большинстве языков программирования, обозначается значком процент, или по-английски ремейндер. Остаток отделения, ну 5 на 2, остаток отделения будет единица. А вот обычный слэш, это очень хитрая операция. В Common Lisp она ещё хитрее, но я ориентируюсь на свою редакцию Lisp, которая несколько упрощена именно для цели обучения языку, потому что эти тонкости, связанные с многозначными функциями, в Home Lisp упрощены. Короче говоря, если мы делим два числа обычным делением, и один из этих операнов является числом с плавающей точкой, у нас результат получается числом с плавающей точкой. Но это вот самое обычное деление. 6 делить на 3.0 получается 2.0. Тут всё понятно. Если мы делим 6 на 3 обычным делением, то у нас, вообще говоря, получается число рациональное. Но вот 6 делить на 3 – это 2, а в знаменателе единица. Ну, такие рациональные числа отождествляются с целыми, поэтому получается просто двойка. А вот если мы 3 разделим на 6, то у нас получится не 0,5, как бы это получилось в Паскале, а у нас получится 1,2, потому что 1,2 – это легальный встроенный тип данных Лиспа, рациональное число. Их, кстати, тоже можно складывать, умножать. То есть в Лиспе можно решать примеры на дроби. Я упомянул битовые шкалы. Это особый тип атомов, которые представляют собой битовые поля длиной в 32 бита. Внешне они записываются как особые атомы, начинающиеся с префикса амперсант H. Ну, H – это хексадецимал. И далее должно идти от 1 до 8 16-ти ричных цифр. А 16-ти ричные цифры – это наши родные десятичные от 0 до 9 и от буквы от А до Ф. Если цифр больше 8, то такой атом просто не распознается как битовая шкала. Битовые шкалы в Хоум Лиспе 32-битные. Связано это с тем, что Хоум Лисп – это 32-битное Windows-приложение. Есть еще одна проблема, с которой мы столкнемся, если попытаемся создавать функции, аргументами которых будут не числа, а списки. Ну вот, к примеру, предположим, нужно в какую-то функцию передать список 1, 2, 3 как аргумент. Если мы попытаемся это сделать, ну что называется, в лоб, то у нас возникнет ошибка, потому что аргумент функции будет вычисляться. Ну, в прошлой части мы это подробно разобрали. А вычислить список 1, 2, 3 нельзя. Список 1, 2, 3 не является формой. Это S-выражение, не имеющее значение. Как же быть? Для этого существует специальная особая функция, которая называется квоты. Что она делает? Это очень простая функция. Она берет свой аргумент, не вычисляет его, вот в этом особенность квоты, а просто возвращает как результат. То есть она как бы говорит ядру листу. Ну, я формально выполнила вычисление аргумента, ошибки не возникло. Вот что у меня получилось, бери и пользуйся. То есть посмотрите, как это работает. Вот, предположим, я пытаюсь вычислить функцию f с аргументом 1, 2, 3. Вот это вычисление наверняка завершится с ошибкой, потому что 1, 2, 3 не вычислится. Его нельзя вычислить. Будет ошибка ядра. А вот если мы напишем вот так, f от квоты 1, 2, 3, то теперь, по крайней мере, 1, 2, 3 вычислится нормально, потому что результат вычисления вот этого выражения, квоты 1, 2, 3, есть просто 1, 2, 3. А вычисление аргументов происходит один раз. 1, 2, 3 уже перевычисляться не будет. Ну, а дальше все отдается на откуп функции f. Если такая функция есть, и она способна обрабатывать списки, то она обработает его. Если такой функции нет, или тип аргумента неправильный, это уже будет другая ошибка, которая нас сейчас не так волнует. Кстати, квоты это придумал Маккарти, ну, а современные лисперы используют краткую запись. Вместо того, чтобы писать квоты с лишней парой скобок, можно просто поставить апостроф перед нужным объектом. И есть такое выражение квотировать. Квотировать, то есть применить к какому-то объекту, к этому или к списку функцию квоты. Или просто поставить перед соответствующим объектом поставить апостроф. Обычный апостроф, кстати, апостроф, который находится на клавише с буквой «э». Тут иногда PowerPoint вставляет свои символы. Это никакая не верхняя запятая, а именно апостроф с клавишей над буквой «э». Вот теперь вы вполне можете оценить и понять, как классифицируются вообще все функции лиспа. Они делятся на две большие группы. Функции могут быть встроены в ядро лиспа, то есть написаны на том языке, на каком реализовано ядро лиспа. Но это зависит от того, с каким лиспом мы работаем. Если мы работаем с профессиональным лиспом, скажем, в онлайн-компиляторе в каком-нибудь, или сами скачали и установили себе какую-либо их много, какую-либо из сред лиспа, такую профессиональную, например, LispWorks или SBCL, то, скорее всего, ядро лиспа написано на C или даже на ассемблере для скорости. HomeLisp написано на Visual Basic, поэтому встроенные в ядро HomeLisp функции тоже написаны на Visual Basic. Эти функции имеют тип, если они вычисляют свои аргументы, как обычные функции, то они имеют тип SUBRE, от английского subrouting под программу. Некоторые из них, вот вы с первой уже столкнулись, это квоты, не вычисляют своих аргументов, или вычисляют их не все, а некоторые вычисляют, некоторые нет. Вот такие функции называются функциями класса FSUBRE. Соответственно, много функций может быть написано на Lisp. Такие функции имеют тип EXPR, от английского expression, выражение, то есть они представляют собой Lisp выражение. И они тоже могут вычислять свои аргументы, а могут вычислять их не все. Вот если функция вычисляет не все свои аргументы, она называется функцией типа FEXPR, в современных версиях Lisp таких функций нет. Но в версии MacCarty такие функции были. И я когда делал HomeLisp, я их сохранил. Можно сказать, ну так, по историческим меркам. Среди этих функций есть один особый подтип функций, который называется Macro. Они, функции Macro, не вычисляют своих аргументов, но они вычисляются совершенно по-другому. Смысл Macro не такой, как у обычной функции. Вот этим функциям мы посвятим отдельное занятие, отдельный шаг. Потому что это очень интересный момент, и это достаточно уникальная возможность, которой нет в других языках программирования. Вот этим Lisp и отличается. Macro очень интересная конструкция. Но это, так, если смотреть издали, то это функция, которая не вычисляет своих аргументов. Но она вычисляется особым образом. Теперь давайте займёмся функцией, которая работает со списками. Что можно делать со списками? Ну, во-первых, список надо уметь разобрать, достать из него нужные элементы. И список надо уметь собрать из отдельных элементов. Но это ещё по-другому называется декомпозиция, разбор на составные части. И композиция – это как раз наоборот, из составных частей создание списка. Для этого есть, для разбора списка на составные части, есть две базовые функции – CAR и KDR. Почему такие названия? По историческим причинам. Дело в том, что первый Lisp писался на ассемблере, машина IBM 709, кажется, очень, ну, древняя машина фирмы IBM, и там были ассемблерные команды – CAR и KDR. Вот так и назвали эти две базовые функции Lisp. Что делает CAR? Она берёт список и возвращает его первый элемент. Ну, посмотрите, мы применяем CAR к списку 1, 2, 3, первым элементом является единица, она и возвращается. Ещё по-другому это можно сказать, возвращает голову списка. Голова списка – это его первый элемент. Функция KDR возвращает список без головы. То есть она возвращает, в данном случае для списка 1, 2, 3, она возвращает список 2, 3. Всё очень просто. А вот в таком случае, если у нас список состоит из двух частей, первая часть – это список 1, 2, голова списка 1, 2, а второй и последний элемент – тройка, то CAR, естественно, вернёт список 1, 2, уже не единицу, а первый элемент списка, если это список, то он вернётся целиком. Соответственно, если мы применим функцию KDR к списку из одного элемента, то нам должна вернуться пустая пара скобок. Ну, пустая пара скобок в лиспе и атом NIL, о котором мы много говорили в предыдущем шаге, это одно и то же. Поэтому вот пара пустых скобок и NIL имеют в лиспе особый статус. Они обозначают пустой список. Разобрали, как разбирать списки на составные части, а теперь разберём, как их комбинировать из составных частей. Есть две базовые функции – CONS и LIST. Что делает функция CONS? Она берёт свой первый аргумент, он может быть любой, а вот второй аргумент функции CONS по-хорошему должен быть списком. И функция CONS из первого аргумента делает его головой результата. Вот, смотрите, как это выглядит. CONS А и ВС в результате консолидация атома А и списка ВС даёт список АВС. Но не всё так просто. Если мы попытаемся с помощью CONS консолидировать два списка АВ и СД, то у нас получится отнюдь не АВСД, как бы нам казалось, а у нас получится сложный список, у которого первый элемент будет список АВ, первый аргумент функции CONS был списком, список станет головой результата. Поэтому вот эта лишняя пара скобок, она никуда не денется. Что делает функция LIST? Она в каком-то смысле проще CONS. Функция LIST принимает любое количество аргументов, это функция с неопределённым числом аргументов, и она свои аргументы объединяет в одноуровневый список. Ну вот я взял А, В и С, естественно, я их кватирую, потому что в противном случае атом А, В и С будет вычисляться, и если у них нет значений, то будет ошибка. А в таком случае, когда они кватируются, то результат квоты А будет А, результат квоты В будет В, результат квоты С будет С, и у нас получится список АВС. Если мы объединяем с помощью лист два списка АВ и СД, то опять-таки внутренние скобки никуда не деваются, просто всё это вместе заключается в объемлющие скобки. Получается вот такой двухэлементный сложный список двухуровневый. Рассмотрим ещё некоторые функции, которые нам скоро понадобятся. три логические функции атом, eq и null. Функция атом проверяет, является ли её аргумент атомом. Если на вход этой функции мы подали атом, то функция возвращает t. t – это в лиспе логическая истина, от английского true – истина. Если мы на вход функции атом подали список, то функция возвращает nil. nil в лиспе не только пустой список, но ещё и логическая ложь. Вот для чего нужны атомы t и nil. Функция eq сравнивает два атома на идентичность. Если атомы одинаковы, ну вот, например, eq 1,1 возвращается t. Если мы сравниваем два разных атома, возвращается nil. Ну, короче, проверка, равно или не равно. Если один из аргументов функции eq – список, то функция всегда возвращает nil. Даже если мы дали два одинаковых списка, всё равно будет nil. Для сравнения списков в лиспе есть другая функция, мы её будем с вами реализовывать сами, руками. Ну и, наконец, функция nil проверяет, не является ли аргумент пустым списком. Это очень важная операция, её часто приходится делать, вы это, надеюсь, сегодня увидите. И вот посмотрите, как она работает. Если мы применяем nil к пустому списку, мы получаем t. Если же мы применяем nil к а тому t, t не является пустым списком, поэтому функция возвращает nil. А теперь посмотрите на эту функцию с точки зрения логики. Смотрите, что она делает. Логическую истину превращает в ложь, а логическую ложь превращает в истину. Как называется такая функция в логике? Отрицание. Поэтому null – это на самом деле то же самое, что и not в логике. В лиспе есть синоним для функции null. Он так и называется – not. Это логическая функция. Она применяется в логических операциях, а null обычно используется в списковых операциях. Хотя на самом деле это одно и то же. Но я вам уже говорил, что атому можно присвоить значение. Для этого в лиспе есть особая функция – setq. она особая, она имеет тип f-сабр, потому что у неё второй аргумент вычисляется, а первый – нет. Поэтому тип этой функции – f-сабр. Значит, значение второго аргумента делается значением первого. Вот как это выглядит. Если мы напишем вот такую вот конструкцию и сунем её на вход ядра лиспа, напишем setqr и квоты 1,2,3, то ядра лиспа вернёт нам результат вычисления квоты 1,2,3 – это список 1,2,3. И одновременно атом А получит значение 1,2,3. У функции есть побочный эффект. Теперь, если мы введём А, то мы, естественно, получим 1,2,3. Потому что значением атома А стал список 1,2,3. Вот setq – это плохая функция. Ну, я пишу «плохая» в кавычках. Не бывает плохих функций. Бывает их плохое употребление. Но это функция, которая нарушает функциональный стиль программирования. И обратите внимание, запомните на будущее, мы с вами будем решать довольно много задач, и почти во всех мы без setq прекрасно обойдёмся. Потому что моя задача всё-таки научить вас программировать в функциональном стиле. Для функционального стиля программирования setq не нужна. Вот. Теперь ещё одна очень важная функция, которую нужно хорошо понять. Эта функция тоже принадлежит классу fsubr, потому что она вычисляется особым образом, она вычисляется не так, как обычные функции. функция cont, название, происходит от латинского condition, условия, или от английского condition. Посмотрите, как она выглядит. После атома cont идёт группа вот таких, ну, скажем, пар. Условия, результат, условия, результат. И их может быть столько, сколько вам нужно. Как она вычисляется? Вычисляется условие 1. Значит, на месте условия 1 должно стоять лисповская форма, то есть S-выражение, которое можно вычислить. Ядро лиспы вычисляет условие 1. И если результат его оказывается отличным от nil, то есть результат отличный от nil рассматривается как истина, то тогда вычисляется вычисляется результат 1. Именно значение результата 1 является значением функции всей функции cont, а все остальные строки пропускаются. Если же условие 1 оказалось сложным, вычисляется условие 2. Если 2 условие оказалось истинным, возвращается результат 2. и дальше по цепочке. Если все условия оказались сложными, то вот обратите внимание, у меня последним условием показан атом t. Атом t это логическая истина. Это условие не может быть ложным. Поэтому если вычисление cont наткнулось вот на такую конструкцию, то безусловно при любом раскладе будет вычислен последний результат и он будет возвращен как результат всей конструкции cont. Если же программист вот этот последний результат не указал и ни одно из условий не оказалось истинным, в этом случае cont эквивалентен пустому вычислению, а результат такого пустого вычисления нил. Ну, последнее, что мы разберем в этом кусочке нашей лекции это создание новых функций. Для создания новых функций служит специальная конструкция, которая тоже, как и все в Лиспе, является S-выражением. Это конструкция diffun. Ее название происходит от сочетания слов define function, то есть определить функцию. После атома diffun идет атом, который является именем будущей нашей функции. После этого атома должен идти список, который представляет собой список параметров нашей будущей функции. Но я вам в первой лекции сказал, что предполагаю, что вы умеете программировать на каком-либо языке, и следовательно понимаете, что такое функция, что такое параметры функции. После списка параметров идет тело функции. одно или более S-выражений, которые вычисляются последовательно. Значение последнего S-выражения является результатом всей функции. Вот рассмотрим простейший пример. Определяем функцию с таким чудным именем звездочка 2. Но в ЛИСП это не худшее имя, чем PLUS, DIFFERENCE, PLUS и так далее. Это нормальный атом. Он может использоваться в качестве имени. Аргументы этой функции 2, x и y мы их обозначили атомами x и y. Тело функции представляет собой выражение произведения x на y. То есть значение x и значение y будут перемножены. Если мы сунем такую конструкцию диффунт на вход лист машины, то мы естественно получим ответ звездочка 2. признак того, что функция успешно принята и ей можно теперь пользоваться. Дальше если мы введем выражение звездочка 2 с двумя аргументами 12 и 13, то мы предсказуемо получим результат 36, потому что 12 умножить на 13 как раз и есть 36. На этом мы третью часть заканчиваем. Продолжение следует...